G2A.com, магазин игр по низким ценам, еще 3% от скидки от нас с промокодом, что на экране, ссылка в описании. GameRanks представляет 10 вещей, которые ненавидят игроки в Dark Souls 3. Нам очень нравится Dark Souls 3, но даже мы, будучи фанатами, иногда натыкаемся на спорные моменты в игре. Ну, знаете, всякие надоедливые вещи или же критичные изъяны в самой игре. Но давайте же начнем с номера 10. Весь этот храм огня слегка раздражает. Это бесконечное шатание в поисках костра, после чего нужно нажать на него и вернуться к храму огня. Затем мы ждем, пока игра загрузится, подходим к месту прокачки, в котором можно поднять уровень. Этот цикл кажется излишне затратным и слегка раздражающим, в отличие от прокачки у самого костра, как в оригинальном Dark Souls. В Dark Souls 3 используется та же идея, что и во второй части, а также в Demon's Souls, где у вас всегда есть некое убежище. И хотя такое безопасное место вполне уместно, но это все равно раздражает и отнимает лишнее время, которое можно было бы потратить на продвижение в игре. Номер 9. К слову о кострах. Многим кажется, что в Dark Souls 3 уж слишком много костров. Вы только подумайте, сколько костров вы находите в самом начале игры. Уже спустя минуту после начала вы находите первый костер. Через три минуты вы встречаете босса, побеждаете его и вот еще один костер. Чуть позже, когда вас посылают в деревню мертвецов, на входе вас встречает костер, а пройдя через врата, вас будет ждать еще один костер. Зачем же столько костров? Может быть странно жаловаться по этому поводу, поскольку технически игра становится легче и у вас есть место передохнуть. Но это же Dark Souls. Мы хотим, чтобы путешествие к костру было непосильно трудным, поэтому уменьшите их число. Номер 8. Из того, что я видел, некоторых игроков действительно раздражает сама идея вторжений. Я, конечно, понимаю, что это скорее новые игроки, которые еще не знакомы с такой серией игр, наряду с Bloodborne и Dark Souls 3. Но люди, похоже, относятся очень недоброжелательно ко вторжениям на различных форумах. Вы можете даже увидеть, как таких людей обзывают беспредельщиками. У нас у всех бывают проблемы с PvP в Dark Souls, потому что оно так устроено. Это происходит в самые неподходящие моменты и очень сильно раздражает, а игроки ведут себя как засранцы. Но именно это и делает Dark Souls уникальным. Это неотъемлемая часть игры. PvP это прекрасно и мы обожаем его. Думаю, стоит отметить, что просто на Твиттере, Фейсбуке и на форумах по Dark Souls люди от этого негодуют. Номер 7. Эта камера может серьезно вас подставить во время битвы с боссом. Вы можете быть нацелены на босса до тех пор, пока он не использует свою спецспособность, которая отцепит вашу цель и камеру от босса. Из-за этого вы теряете противника из вида, впоследствии чего вам надирают зад. Уже не говоря о моментах, когда вы отбиваетесь в углу и камера внезапно за что-то цепляется. Это происходит всегда не вовремя и совсем не помогает вам в битвах с боссами, которые сами по себе довольно трудные, а тут вам еще и с камерой нужно сражаться. Номер 6. В Dark Souls 3 очень не хватает того, что есть в других играх серии, а именно боевой стойки. Боевой стойки, как раньше, больше нет. Многие из нас являются фанатами Dark Souls 2, и там была правильная боевая стойка. Для тех, кто не в курсе, боевая стойка – это возможность использовать оружие в обеих руках одновременно. Она активируется, когда игрок пытается ударить с левой руки, и когда вам становятся доступны новые приемы и комбинации. Чтобы войти в боевую стойку, вам потребуется иметь в полтора раза больше требуемого количества силы и ловкости, указанных на оружии. Если все требования выполнены, и оружие совместимо друг с другом, то вы сможете войти в боевую стойку и становитесь машиной для убийств. Это почти полностью изменит вашу сборку и стиль игры. В Dark Souls 3 такого нет. Несмотря на некоторые улучшения при использовании оружия в каждой руке, привычной боевой стойки уже нет. Увы и ах. Номер 5. Давайте поговорим о всеми любимых тюремщиках. Эти стремные враги, что ходят с клеймом и светильником, и обычно встречаются в подземельях Еретила – это настоящая головная боль. Их не только сложно убить, как и многих других врагов в Dark Souls, но они еще и постепенно высасывают ваше максимальное здоровье на какое-то время. Это просто невыносимо. Когда они поднимают свой светильник и он становится красным, ваше максимальное здоровье начинает опускаться и не восстанавливается еще 20 секунд. Вы можете оказаться в серьезной передряге в одном из этих боев, если быстро не отреагируете. Эти ребята жесткие и очень доставучие и надоедливые. Я понимаю, что все противники в игре сильные и раздражающие, но черт, они просто нещадно высасывают максимальное здоровье. Номер 4. Стоит упомянуть локацию, которую, видимо, ненавидят все – болото цитадели Фарона. Если кратко, то это просто кошмар. В первую очередь из-за врагов. Из-за этих прыгающих сатиров-убийц – мозгляк и старший мозгляк. Все эти виды мозгляков – вообще ужасные, сложные и мерзкие противники. Особенно этот тип, который ходит без оружия и решает прыгнуть вам в лицо и разорвать его. Либо изнасиловать его. Это просто ужасно и совсем не прикольно. Они делают это без перерыва и могут убить вас моментально. Все эти мозгляки просто отвратительные. Но болото цитадели Фарона кошмарно не только из-за этого. Оно все выглядит одинаково, и здесь очень легко заблудиться. Когда вы убегаете от сильных противников и не знаете, куда бежать, то вам становится совсем не весело. Но вот вам совет. Посмотрите вверх и идите на дым. Так будет проще. Но все-таки эта локация очень жесткая. Номер 3. Давайте поговорим о ПВП в игре. В частности, здесь не хватает освещения активных онлайн-локаций на карте, как в Dark Souls 2. Также стоит отметить, что если вас призывают в то время, когда вы сражаетесь с врагом, то к вашему возвращению у этого врага восстановится все здоровье. Однако любая магия или расходуемые предметы, которые вы на него потратили, обратно к вам в инвентарь не вернутся. То есть они возрождаются, а вы нет. И это хреново. Но нас больше всего напрягают люди, которые сражаются неправильно. Если вы не понимаете, как сражаться в ПВП, то разберитесь или проваливайте. Знайте, если вы присоединяетесь к бойцовскому клубу, то постарайтесь следовать его основным правилам. Не используйте эстус, поклонитесь, будьте уважительны, играйте правильно. Многие засранцы этим пренебрегают и оставляют баночку эстуса напоследок, а затем убивают вас. Либо вы появляетесь и думаете, что сейчас подеретесь, но в итоге вам в спину прилетает костяная стрела. Уже не говоря о частом явлении, когда синие фантомы садятся и ничего не делают после призыва. Если вы в этом ковенанте и вас призывают, а затем я привлекаю врагов и убиваю все, что движется, пока вы сидите и ничего не делаете. Зачем вы вообще так делаете? Хватит уже. Номер два. Мы все ненавидим хакеров и читеров в игре. Ведь игра по большей части завязана на комьюнити, а некоторым так и хочется его разрушить. Эти хакеры и читеры заходят на ПК-версии игры и ломают ваши сохранения или ловят вам бан. Вы можете играть с читером и даже этого не узнать. И когда вы с ним играете, или, может быть, поднимаете оружие, которое он бросил и предварительно изменил, вы автоматически становитесь читером и рискуете получить бан. Притом навсегда. Проблема в том, что вы не можете просто убрать читеров из игры, и неизвестно, чего ждать или с кем вы связываетесь. Номер один. Наверное, то, что игроки в Dark Souls 3 ненавидят больше всего, это нежелание компании Bandai Namco разбираться с ситуацией касательно читеров, хакеров и вечных банов. На ПК было забанено просто огромное количество людей даже за отдаленную и случайную связь с читерами. Все, что Bandai Namco сделали, так это пригрозили людям, потенциальным жертвам хакеров. Они лишь повторили, что те, кто связывается с читерами или вообще с кем-либо, кто изменяет данные в игре, может получить штраф или быть забаненным. Существует проблема, что игроки могут не знать, с кем они связываются в игре. Единственное высказывание по существу было о том, что если вас заподозрили, то ваши резервные данные должны снять с вас подозрения. Касательно разбирательства с хакерами и читерами, они использовали фразу «брать конфетку у незнакомцев». То есть вместо того, чтобы найти и исправить проблему, да и вообще вместо избавления от читеров и хакеров, они решили взяться за людей, кто стал жертвами, и говорят им быть осторожнее. Но так же не делается, разберитесь с этим уже. Во многих других играх, где есть версия на ПК, такой проблемы нет. Поэтому если вы играете на ПК, то остерегайтесь красного фантома тролля из вторжения. Не соблазняйтесь поднимать предметы, которые могут привести вас к бану или подозрению. Это были 10 вещей, которые фанаты Dark Souls 3 определенно ненавидят. Игра великолепная, но в ней есть свои проблемы и неприятные моменты. Возможно, вам тоже есть на что пожаловаться, поэтому пишите в комментариях любые проблемы, которые возникали у вас с Dark Souls 3. Нам интересно ваше мнение, ведь говорить о Dark Souls можно бесконечно. Как обычно, если вам понравился выпуск, то жмите лайк, ибо нам это помогает. А так же не забывайте поддержать лайком автора оригинала видео по ссылке в описании. Как всегда, спасибо за просмотр этого видео. Увидимся в следующий раз. Если вам понравилось это видео, вы можете помочь нам на Патреоне, а так же подписаться на нас на Ютубе и Вконтакте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok